Вся страна в слезах. Популярной актрисы больше нет. Что произошло? Умерла знаменитая советская актриса и пережила легендарного супруга на 15 лет. 10 сентября 2024 года на 87-м году жизни ушла старейшая актриса театра на Таганке Марина Полицеймака. Блистательная комедийная актриса оставила значительный след в театральном искусстве России. Ей было 86 лет. Мария Полицеймака долгие годы работала в культовом московском культурном заведении, где ее талант был отмечен зрителями и коллегами. Ее роли в комедийных постановках всегда вызывали бурные аплодисменты и улыбки. Актриса обладала уникальной харизмой и неподражаемым стилем, который дал ей роли по-настоящему яркие и запоминающиеся. Ныне покойная знаменитость была замужем за легендарным актером Семеном Фарада. Когда он тяжело заболел и перенес инсульт, верная жена проявила невероятную самоотверженность, заботясь о муже до самого его последнего дня. Она беззаветно ухаживала за любимым супругом, делая все возможное, чтобы продлить его жизнь. В итоге она пережила дорогого сердца у человека на целых 15 лет. Актриса останется в памяти многих поколений как символ преданности своему делу и близким. Тем временем в Москве прощаются с актрисой Мариной Полицеймака. Артисты, пришедшие на прощание, молча заходят в театр, им пока трудно что-либо сказать. Лишь 76-летняя Наталья Сайко остановилась перед журналистами и произнесла трогательную речь. «Я звонила Марине, спрашивала, как дела. Она была очень больна, ей помогали и сын, и внук. Не осталось без внимания. Несмотря на плохое самочувствие, Марине хотелось на сцену», — сообщила Наталья Петровна. Параллельно заслуженная артистка раздавала автографы. Марина Васильевна была одной из самых ярких звезд театра на Таганке. Особую любовь зрителей ей принесли роли в спектаклях «Три сестры». «Азори здесь тихие», «Под кожей» и «Статуй свободы». Полицеймака была задействована и в кинопроектах. Простые истины, дальнобойщики, атаман — лишь малая их часть. В театре на Таганке работал и муж Марины Полицеймака, Семен Фарада. Жизнь легенды советского кинематографа оборвалась в августе 2009 года, напомним. Причиной трагедии послужил инсульт. Марина Витальевна тяжело переживала смерть любимого мужчины. Главной опорой и поддержкой для нее стал сын Михаил, который пошел по стопам родителей и стал актером. Все это время Михаил Полицеймака никак не комментировал смерть матери, не стал прерывать молчание он и на панихиде. Актер преклонился над портретом родительницы в театре, а когда подъехал катафалк, вышел на улицу и захлопал. Остальные тоже проводили Марину Васильевну в последний путь аплодисментами. Похоронили звезду советского кино на Троекуровском кладбище рядом с супругом.